Всем привет! Это канал Другая Кухня и с вами я, Александр. Друзья, сегодня у нас японский пирожок с картошкой и мясом. Мне кажется, должно быть вкусно. Давайте готовить! Приготовление начнем с теста. Для него нам понадобится мука, молоко, оно у меня теплое, растопленное сливочное масло, соль, сахар, дрожжи сухие и яйцо. Все продукты, сколько, оставлю в описании. Так что давайте готовить! Для начала активируем дрожжи. Отправляем в теплое молоко, дрожжи, муку и весь сахар. Пускай постоят и заработают. Берем чашку побольше, пересыпаем муку, добавляем соль. Распределили. Вот такая вот опара. Дрожжи отлично работают. Выливаем, добавляем яйцо и начинаем замешивать тесто. Как только собрали тесто вот в такой шар, к кому, добавляем растопленное сливочное масло. Можете взять мягкое. Главное, чтобы оно хорошо у нас вмесилось. Вот теперь несколько минут вымешиваем. Тесто получается очень мягкое. Слегка-слегка прилипает к рукам, но это ничего страшного. Все, теперь берем чашку, убираем, накрываем и даем расстояться, подняться тесту минут 40 в теплом месте. Пока тесто растаивается и за мной летит вертолет, мы приготовим начинку. Для нее нам понадобится картофель, зелень укропа, черный перец, соль возьмем по вкусу, растительное масло, луковица и кусочек грудинки небольшой. В небольшом количестве масла обжариваем порезанную соломкой грудинку и мелко порезанный лучок. Обжариваем слегка. Как только мяско побелело, добавляем картошку и обжариваем минут 10 на среднем огне до полуготовности. Выключаем нагрев, добавляем мелко порезанный укроп, соль и перчик. Все хорошо перемешиваем и начинка наша готова. Остужаем. Смотрим, ух ты, тесто отличное. Вон оно, прям невесомое. Слегка его обомнем и делим на 14 колобочков. У меня получились по 40 граммов. Начинка хорошо остыла, дал 10 минут нашим колобкам постоять. Прямо здесь на столе. Тесто буквально вот чуть-чуть припылить, чтобы было удобнее работать. И раскатываем в лепешечку, в небольшую. Мне кажется и руками отлично растягивается. По центру начиночку, чтобы и грудинка, и мяско было пахнет здорово. И теперь вот так собираем. Хорошо, хорошо, хорошо. Все в центр. Вот такой вот мешочек. Хорошо защипнули, перевернули и округляем. Вот так вот. Очень приятно с тестом работать. Вот так получилось. И начинки. Когда начинал, думал, ого, сколько ее много. Ушла вся и ровно на это количество теста. Накрыли, даем 15 минут расстояться. За это время включите духовку, пусть нагревается. Желточек и пару столовых ложек молока. Перемешиваем и хорошо смазываем. Выпекать будем при температуре 200 градусов. Минут 15-20. Ну, ориентируйтесь на свою духовку. И, друзья, последний штрих перед выпечкой. Для того, чтобы выходил пар, вот так вот делаем дырочки. Надрезы вот такие. Выпекаем. Вот такие пирожки у меня получились. Колобки с начинкой, так их называем. Наша семейная экспертная группа уже попробовала. И я. Тесто мягкое, великолепное. Начинка, ну, вы сами понимаете, да? Мясо, картошка и еще и укропчик. Это фантастика. Друзья, обязательно готовьте. Это очень и очень вкусно. Я вас уверяю. Все, не переключаемся. Повторяем за нами. Завтра будет новый рецепт. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok